shadow for design кто знает песнику всем привет сегодня мы рассмотрим вот такую историю как запиливать перекрестия на классических слотах одна из самых сложнейших работ и мы это сделаем сегодня без применения аргоновой сварки и покажу технологию распила как считать углы и как вообще подойти к этому вопросу с чувством с толком с расстановкой погнали и так любое перекрестие состоит из двух углов в сумме они дают 180 градусов поэтому нам необходимо найти два этих угла обычно мы применяем программное построение с помощью компаса автокада и прочих чертежных программ если этого нету можно приходить к стандартным размером типа 60 на 120 находим эти два угла отмечаем их на нашем чертежики и мы получаем перекрестие угол 1 и угол 2 ну вот смотрите к примеру у нас есть линия 1 линии 2 они пересекаются под каким-то заданным углом допустим вы делаете такое более острое примыкание да где один угол будет равен 60 градусам то второй угол будет равен 120 градусам в сумме они дадут вот здесь в сумме они дадут 180 далее что необходимо на торцовке распил производится по острому углу мы его делим пополам соответственно 30 и 30 градусов шкала на торцовке позволяет максимально многих торцовок там 90 градусов это сто процентов есть торцовки у которых до 120 градусов идет распил то есть но мы распиливаем по острому углу берем острый угол делим пополам получаем 30 градусов сейчас я вам покажу как на торцовке сделать оснастку чтобы распил был четкий логика такая что мы на торцовке выставляем всего лишь один угол чтобы не допускать больших погрешностей то есть весь распил производится по одному углу при работе с перекрестиями важно не зазеркалить поэтому всегда смотрите что у вас чертеж идет как бы лицевая сторона снизу да если надо то сразу его перечерчиваете в зеркале да и собирайте его с лицевой стороны вот так чтобы не ошибиться смотрите мы берем четыре отрезка профиля с запасом с небольшим там два три сантиметра достаточно нарезаем их сразу и указываем на профиля клеим малярный скотч указываем чистовой размер чистовые размеры даются от центра то есть не от одной губы до другой губы до от центральной части профиля то есть от самой арки на обратной стороне этого профиля есть метка которая показывает где находится центр этого профиля обозначение происходит такие палка и буква т это значит что с той стороны у нас пойдет торец здесь угол соответственно у нас первый угол идет тупой 70 градусов сумме до 140 и 19 это острый угол это мне просто для быстрой навигации чтобы ничего не перепутать и так каждый профиль мы готовим там с небольшими запасами с значит стык 1970 это углы ты это торец ну и соответственно это торец то есть у нас будет композиция состоять из двух перекрестий вот здесь будет один стык и тоже нужно думать над тем как вы это все повезете на объект то есть рисовать прямоугольник чтобы посмотреть габаритные размеры всей этой истории ну и при транспортировке обязательно учитывайте что у вас должны быть укосины для того чтобы перевозки и переноски ничего не не поползло когда идет аргонная сварка то там конечно же конструкции крепче получаются но мы сейчас с вами будем по сложным пути идти погнали настраивать торцовку и смотреть как у нас там первую очередь конечно же нужно понимать что торцовка у вас должна быть хороший рез давать да для этого необходимо использовать специализированные диски по алюминию торцовка должна быть отъюстированная это означает что у нее должна выставлена быть вертикаль и соответственно угол должен быть с минимальными погрешностями гораздо легче производить распил когда у вас торцовка хорошо настроена поэтому делите этому особое внимание для того чтобы начать необходимо найти этот угол то есть у нас вот острый угол 38 34 и тупой 14126 мы берем 38.34 делим пополам получаем 1917 вот этот угол нам сейчас на шкале торцовки нужно будет выставить один раз и все и все остальные элементы мы будем распиливать только под этим одним углом так у нас есть вот такая оснастка она нам помогает держать плоскость на станине когда распил пойдет длинной палки профиля вот здесь идет бокс 25 на 25 скрученный и выставленный по углу то есть четкие 90 градусов и здесь дополнительный упор сейчас я вам покажу как это все работает примерно выставляем сначала на шкале угол который у нас предположительно будет да дальше ставим вот эту оснастку на место и нам необходимо ее сейчас зажать струбцинами вот так далее нам нужно зажать вот здесь чтобы у нас сама фанерка видите она у нас может гулять нам ее надо здесь зажать и нам необходимо вот здесь тоже зафиксировать проконтролировать дальше мы ставим угольник угольник который но электронный угломер и сейчас можно купить везде где угодно в том числе на им все инструменты . ставим этот угольник и находим четкие 90 градусов смотрим вот у нас здесь относительно направляющие станины четко 90 градусов дальше проверяем диск у нас есть такой вот электронный угломер с магнитом он у фото уровень он тоже должен показывать 90 градусов если это не так то корректируем все вот сейчас у нас 90 вертикаль 90 по направлению нашего упора и можно уже работать делать распил когда острый угол распиливается у нас подается все четыре палки подается вот так вдоль и мы будем очень часто пользоваться вот этим уровнем положим палку у нас вот этот стол с этим они в горизонте но все равно мы будем прикладывать наш уровень на профиль и смотреть чтобы у нас было в горизонт и только после этого производится распил торцовки без протяга дает более точный рез вот ну если у вас конечно не фистул а так в любых других случаях просто нормально хорошая торцовка которая способна не давать какие-то кривые разбеги вот такой уровень мне подарил виктор из бельгии поэтому где такой купить я вам не подскажу на самом деле стандартной истории можно мелоки купить у фистул есть надо переснять наш мечом надо вот этот сюда подвинуть когда у вас есть небольшие разбежки вот таких два самореза здесь сделали да для того чтобы регулировать там влево-лево-вправо потому что бог все равно имеет упругость вот и необходимо сейчас 89 85 то есть 15 сот у нас убежала после того как мы подготовили оснастку к работе нам необходимо выставить на торцовке тот самый угол 38 34 пополам это 1907 берем эти 1907 находим также с помощью электронного угла мира поскольку распил производится по одному углу всего перекрестия нам небольшая погрешность не страшна конечно если у вас нет каких-то вы высоких требований на объекте там что вы прям четко все по градусам было вот 1905 19 и 1 нормально абсолютно у нашей торцовки есть лазер как направляющая да можно поэтому лазеру выставиться также можно по диску выставить то есть поставить положить диск и по диску отравнять с помощью этой шкалы все нашли угол и фиксируем его жестко весь распил перекрести будет производиться по одному этому углу смотрите для чего я клеить и метки шаблоны но не шаблона шпаргалки вот правильное слово смотрите вот этот тупой угол он будет распиливаться вторым проходом когда мы распилим через оснастку вот этот вот 19 мне он просто нужен для того чтобы было понимание да палку класть лицом вверх или лицом вниз соответственно данную палку мне нужно лицом вниз положить чтобы распилить 19 градус там где он необходим если мы но как бы понимаете да если мы пилим то там то сям то получается у нас либо перекрести не соберется либо она тупо отзеркалится поэтому вот это вот очень важно я иногда бывает туплю поэтому для себя чтобы не тупить делаю такие шпаргалки 19 градусов это здесь поэтому берем переворачиваем и вот так вот и будет производиться распил рез делается чуть больше с напуском к центру то есть вот у нас центр профиля мы берем чуть больше денег вот тогда чтобы у нас уже вторым углом доводилось прям так как надо то есть подрезалась подрезалась по чуть-чуть по чуть-чуть и мы приходили прям четко в центр просто если здесь будет долбить в центр и потом здесь не попадете придется опять ставить оснастку опять это все разворачивать лучше вот этот угол сделать четкий а потом уже все остальное я правильно понимаю то есть мы сейчас будем пилить и он немножко захватит центр он больше можно даже вот так ровно то есть но перекроет а дальше мы потом вторым углом уже будем вот погонять в эту центральную жилу все перед тем как пилить ставим палку горизонт нам необходим кусочек подложить вот сюда все четко вот теперь можно делать распил очень важно когда вы пилите вот здесь прям прижимать то есть опора должна быть хорошая потому что вот они ваши 90 градусов и вы делаете рез по ней ведь какого строга получается да будет секс тонус павел до проектировщик молодец напоминаем про технику безопасности по технике безопасности перчатках на торцовке не работают некоторых видосов у меня видите ну потому что я все познаю со временем и вам транслирую что в перчатках пилить вообще с механизмами которые имеют вращение там специализированные перчатки либо лучше их вообще не использовать нормально мне этот 0,1 градус не тарахтел первый рез первый рез вот нам сейчас довольно большой путь надо пропилить да вот первый рез делается грязный то есть мы просто располовиниваем а дальше нам нужно вторым резом его подтесывать то есть именно снять потому что диск так проще проходить и рез будет чище два прохода вот мы эту сардельку отделили сейчас будем вторым резом его подтесывать теперь у нас 19 градусов идет с лицевой стороны то есть это уже другой отрезок профиля и мы его сейчас кладем лицом вот у нас тоже шпаргалочка мы его будем подкладывать лицом и разрезать также чуть больше чем середину примерно вот так здесь уже визуально надо оценивать потому что центр он с обратно страны риска идет приток у нас получится вот так вот в сторону сумме 38 34 получится поехали мы тут решили фонарик вам повесить что виднее было то валера горит что ты там пилишь пальцы что ли свои продолжаем первый раз сделали делаем второй рез уже на чистовую как можно сделать его мы положили диск подвели вот так вот поднимаем и торцовка делает рез на миллиметр снимает металл и обогонь прям стекло кстати диск здесь стоит по дереву самый-самый макита там же от дверника этот фистул достался от самого демина великий дверник из новосибирска кто не знал клёвый товарищ с прямыми руками и с ясными мыслями в общем нам достался от него торцовку мы купили диск пока не поменяли ждем прихода вот прихода я имею ввиду диска на склад ну по дереву кстати неплохо пилит вот здесь вот есть не пропил вот ничего страшно если вы немножко болгарка снимите это не видовое место поэтому можно не париться так вторая заготовка у нас еще две третья заготовка тоже с лица будет делаться распил вот так вот у меня шпаргалочка говорит о том что вот он должен быть здесь шадов узкой татара таратай профиль на продай понятно что направляющая чем длиннее тем точнее само собой разумеющийся поэтому но она у нас той стороны мне просто на тот угол для видеосъемки не очень удобно поэтому пилим чтобы вам всем было прям удобненько также подводим чуть больше заходом на центр прикладываем наш урун заходом за центр для того чтобы я короткой стороной без оснастки буду подавать профиль как это принято вот и более точный рез буду делать уже подгонять к центру вторым резом но это проще процессе мы делали наоборот например да там сначала тупой угол разрезали без оснастки а вот этим вот углом представь как насколько точно нужно херакнуть мне честно говоря был бы сложного стоит есть еще кстати тема когда вы можете сейчас там налить в комментариях там типа вот фигня вообще пофигу честно я знаю какие углы получаются какое перекрестие мне это вполне устраивает но знаю еще способ когда также есть оснастка но уже работает на два угла с переставлением здесь надо к своей торцовке относиться то есть она настолько должна быть точно что прям как автомат калашникова в этом случае когда у вас есть торцовка ну допустим да она там в один градус врет в этом случае она более скажем так даст точный результат при сборке потому что в один угол если все запиливаете у вас сумме в любом случае 180 получится продолжаем дальше проверяем на наличие зазубрина потому что бывает когда вы не фиксируете струбциной вот здесь да то есть держите руками иногда диск за собой тянет металл но тянет профиль туда подает больше и вы здесь вошли грубо говоря в него дальше вышли соответственно я имею ввиду что он чуть-чуть под подъедать начинает и ступенькой вот а когда вы видите что у вас все ровненько то соответственно все четко значит вы зажимали в последнем отрезать с короткими просто но могли бы на самом деле вот у нас согласно проекту смотрите раз стык два стык три стык четыре стык вот то есть и маленькие такие перекрестья могли бы собрать а три палки пацаны на объекте бы достыковали но не хотелось мы короче сейчас как делаем вот эти раз два три мы замерили что в лифт проходила и в двери все хорошо и делаем один стык вот здесь то есть у нас всего лишь на всей конструкции идет но перекрестья само собой и один стык соединяющий и два этих перекрестья первый рез предварительно можете сверить углы ну то есть тут можно по трем точкам проверять вот мы видим да что у нас здесь сходится длинная сторона вот здесь я вижу небольшая пошла но диск ударил скорее всего эти радиус маленький маленький радиус но это маскируется вообще на 315 главное в плоскостях его застыковать когда вы стыковать будете главное его по плоскостям застыковать нормально ну вот и что главное вот здесь чтобы четко все совпадало вот эта грань и вот эта грань то есть если вы видите что у вас они все сходятся значит угол запилен корректно вот все у нас все четыре угла по одной стороне острый угол запилен вот я вижу смотрите когда я прикладываю у меня везде в одном месте идет силуэт вот этот значит проблема вот с этим резом я сейчас немножко подточу именно с этим куском вот здесь вот шишечка есть прям чувствую и она дает вот это вот отлигание ну сейчас прям по то чем быстрые вещи смотрели под точил и у меня его здесь вот ну теперь направление хорошего вот оно все резко идет одинаково ты углы соответственно сходится другой другой то же самое видишь все хорошо вот он равномерно а там было прям ну не забудь на виду себе видно 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 да ну супер то есть мы ее просто точили сейчас на торцовке немножко еще раз прошел все снимаем оснастку сейчас и делаем рез уже второй тупого угла да с нас к нам не пригодится но только в том случае если вы все четыре палки распилили и на тупом рези и скажем так не затупите потому что если вы резанете больше вам придется опять стоять оснастку и опять снимать то есть повторять вот эту вот последовательность в чем прикол то вам нужно четко вот прям четко скажу четко прийти вот здесь тупым резом вот сюда если вы заходите вот сюда больше берете то все вам надо будет вы здесь уже менять опять направление и делать опять вот этот острый угол да то есть нам нельзя пересечь эту границу да поэтому когда первичная подгонка делается делается сначала запас там полмиллиметра ты собираешь перекрести смотришь где у тебя много где мало вот и потом уже берешь точно каждую палку и доводишь довел собрал посмотрел если центр сходится везде то все четко будет сейчас это все снимаем угол на торцовке не меняем то есть он как был так и остается просто снимаем оснастку берем самое простое вот у нас направление вот у нас вот у нас попасть надо вот сюда я сейчас запасом все буду подпиливать опять же прижимаем плотно заготовку здесь и прижимаем ее к станине потому что у вас если есть здесь искривление то она будет ну 01 градус это ерунда у станин как правило вот здесь вот эта часть желобок она чуть подтоплен когда мастер начинает вот сюда от надавливать он ведь как поднимается аж на на полградуса это уже дофига ведь должна градус это уже много а он думает что я участвует поплотнее прижимаю все будет хорошо нифига прижимать надо вот здесь вот где у тебя плоскость вот здесь ты прижимаешь а здесь пилишь тогда все хорошо будет дело опять же грязный рез мне там для маневра еще миллиметр полтора остается так видите здесь где-то около двух миллиметров есть запас и вот потихонечку этот запас нужно будет сводить 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 вот прям до вот этой отметки и так с каждой палкой сейчас соответственно какая-то будет распилиться с лица какая-то будет распилиться с изнанки но мы тут по-другому не можем поставить правильно то есть я не могу вот так вот распилить это неправильно значит здесь уже не ошибетесь здесь мы переворачиваем как нам надо и также с небольшим запасом я делаю рез очки должны просто быть на голове да да конечно на все инструменты не заходите очки одевай сейчас мы когда будем собирать перекресть уже полностью при первой сборке может сразу ну там да не может быть сразу не получится потому что я на короткой стороне реза делаю запасы вот мне они нужны чтобы понимать какую палку подрезать больше какую меньше с лицевой стороны вот она у нас метка центра да я чуть больше запасом делаю и переношу размер на лицо потому что нам сейчас две палки с лица надо будет распилить вот у нас центр эту с запасом так ну здесь запас me lima 2 в общем диска еще сточу сто восемьдесят три шесть у нас вот эта палка соответственно к ней должна сто шестьдесят шесть и один примыкать вот эта палка сюда дальше у нас идет восемьдесят шесть и четыре примыкает к этой палки вот она вот так и это уже вот так то есть это тоже важно потому что можете собрать неправильно теперь мы их перекидываем на лицо это сюда это сюда и смотрим сырая примерка по ней мы сейчас будем смотреть какая палка у нас хорошо застыковано какая не очень сейчас вы поймете в чем прикол вот обратите внимание фонарик возьму мы сводим вот эту губу сводим вот эту губу смотрим чтобы у нас все было четко здесь да вот так теперь видите вот то что я давал запас мне вот он этот запасе здесь есть вот эти вот там полтора миллиметра мы будем сейчас спиливать смотреть вот то есть у нас вот эта палка на не к центру приходит чуть-чуть есть запас мы это запас сейчас будем убирать и это еще пол беды вам нужно с четырьмя стыками провести ту же самую операцию смотрим здесь здесь сошлось здесь сошлось здесь но вроде как по ощущениям четко да вот но не совсем она так и если мы берем теперь вот эту палку с этой палки стыкуем здесь также должно сойти здесь здесь его здесь должна быть прямая если она будет вот так то соответственно у вас вот здесь у ползла здесь вы отвели любовь ну логику понимаете да давай здесь посмотрим ну огонь единственное что вот эта палка помню да что нам ее нужно укоротить когда есть стол но я понимаю что многие на объектах это делают поэтому я как приближаюсь к условиям объекта если мы здесь выравниваем вот так то мы видим что у нас видите он вылез уголок то есть не сходится вот так вот он идет да вот они вылезли эти потора миллиметра тут выровняли вот эта палка четко ну то есть вот этот стык он четкий вот и теперь мы их должны здесь свести видите да теперь что у нас вот эта палка длинная а здесь зазор появляется нам по-хорошему надо вот так вот подвинуть да вот они три палки и вот это вот четвертая она скажем так мозга делает да сейчас мы ее вот здесь по короткой стороне подтесываем shadow fall sky так смотрим опять сводим угол дальше сводим вот эти палочки нормально вот это все стягивается это все вопрос прижим нужно обеспечить когда прижим делаешь на по плоскости ты видишь что у тебя вот этот и вот эти углы они сидят хорошо да не все четко сейчас мы их полируем все стыки зачищаем все оплое вот эти излишки металла после реза краску где зазубрина самое важное я сейчас покажу на что надо обращать внимание чтобы потом проблем не было для дальнейшей обработки перед тем как мы будем стыковать перекрестья и собирать его крепить нам нужно обработать все срезы то есть вот такие вот как их оплое шарошка нужно будет почистить и это ножом делаю на тех местах где это но обратная сторона против где-то если сильно то порчится тоже с внутренней стороны подрезаем и вот здесь вот очень такой тонкий момент на подъеме здесь нужно это тоже все удалить когда вы будете маскировать такой уже чистый момент малярки пойдет вот эта вся шарошка которая не обработана она будет препятствовать вам нормально замалярить все это красиво то есть поверхность должна быть гладенькая вот так вот видите я поднимаю вот он кусок кусок куска и дальше вот аккуратненько губка терка с мелкой шагренью вот все это полируется чтобы была гладкая поверхность и потом вы здесь вот на кромке подробнее остановимся вот у нас вот эти вот места которые будут стыковаться друг с другом во первых тактильно пощупайте крайне должен быть прям гипер острым вот они да не должно быть зазубрина здесь зазубрина я вот мы провожу ногтем чтобы их прилезать прилизываю они у меня выходят вот на эту сторону с этой стороны я уже их счищают еще важный момент я немножко делаю вот такой как заусов по всему контру потому что острые края сложно их замаскировать краска проваливается перетекает то туда то сюда как у плиточников заусовки пишите комментарии как вы относитесь к новым трендам кто-то в моменте кто-то в потоке кто-то в тик-токе бесит вообще вся эта движуха скажем так коучей развелось я тут тоже коуч еще тот жучу как сидеть как разговаривать как пилить а как вы хотели в бардаке жить давайте вернемся back to back сделаем все у нас тык обработан ну соответственно короткая сторона тоже сама операция проводится да то есть делается небольшая заусовка не бойтесь краска крепенькая но опять же без фанатизма помните да я вначале ролика говорил о том что мы с небольшими запасами делаем вот и у меня есть на моей шпаргал очки четкий размер от центра до края профиля сколько должно быть то есть вот 166 1 я сейчас беру палку и вот так переворачиваю и цепляю рулетку вот прям от этого вот от этого краешку то есть от носик 166 и 1 специально для хейтеров здесь все здесь маленький зубок есть торчит я его потом так вот ну сформирую ножичком подточу сейчас мы изготавливаем уголочки можно с двух сторон с лицевой и с обратной стороны что в доработке уголков требуется я понимаю что это не может претендовать на супер-пупер надежные соединения но тем не менее очень много таких соединений сделали перекресть именно и на треках и на слотах классических нареканий нет главное все довести до объекта смонтировать все будет в ажуре вот у нас угол да нам нужно сейчас сделать вот так надрез для того чтобы металл пока горячий но мы его так раскроем болгаркой делаем рез раскрываем и примерно подгоняем дальше мы уже вставляем и вместе с этим уголком подгоняем под нужный угол с острым углом делать то же самое только с другой стороны делается надрез с этой стороны можно надрезать вот так то есть два реза придется делать но по второму принципу он более надежный потому что у него рычаг по другому работает правильно и так и так главное чтобы добиться результата застыковать ну да вот типа того это вот по первому варианту делается надрез здесь и когда он остывает он такой форму держит хорошо жесткий с люрашными можно то же самое делать как ну единственное там посложнее там толщина металла такая слишком бодрая плюс мне здесь нравится что есть резьба и я могу на резьбе очень точно регулировать потому что когда вы клапан засадили то все у вас права на ошибку нет вы пересверлить у вас там уже отверстие сильно особо не натянете а здесь доли миллиметра играют роль сам дорогу находится на река сейчас вставляю проще разгибаю выглядит это вот прям самим профилем подгоняю как надо вот плюс-минус дальше его надо снять и вот эту штучку пошлифовать обязательно проконтролируйте плоскость ведь он играет один готов я по нему сейчас от шаблони все остальные попадает четко сейчас самый веселенький этап настает все это вставить и пищу застыковать ребус вот сюда так сам далить есть есть и вот сейчас вообще от его чуть-чуть здесь придется разгибать для того чтобы насадить на эту часть так все у нас все села осталось только что все свести так сейчас накручиваем бочонки наживляем с лицевой стороны потом начинаем их под затягивать потом переворачиваем и с обратной стороны тоже самое делаем поломали немножко здесь сейчас клопами буду поднатягивать потому что здесь натяг нужно сделать чуть-чуть наискосок поскольку угол острый большая свисающая часть которую нужно так также фиксировать простых соединителей недостаточно вот я подготовил такую пластину которая будет ложиться вот сюда соответственно мы чё будем делать этот стык с этим натягивать эти этот с этим натягивать и еще дополнительно вот здесь его здесь мы тоже будем их натягивать более-менее все сходится конечно сейчас перевернем там зазорчики вы увидите но это не беда после того как вы свели стык проверяйте плоскость вот так на ощупь у вас не должно быть больших расхождений если они есть не стесняйтесь прямо так вот пальчиками его регулируйте дальше протираем насухо star wax но просто грубо говоря обеспыливаем и сейчас я вам покажу новый продукт его производит компания иного это санкт-петербург приобрести можно у них и и так же у нас на сайте интернет-магазина shadow design эта краска специальную параллу подобрана с цветом белого слота с добавлением именно порошка которого красить то есть здесь есть состав грубо говоря идет латексная краска честно говоря не помню конкретно с добавлением порошка и мы вот так вот забиваем пас забиваем пас тут можете не стесняться то есть под наваливать мне лопатка это честно говоря не очень удобно делать но я привык все это пальчиками доводить до состояния нужно но сейчас вам покажу как лопатка работать такая краска есть и черная и белая комплект стоит примерно 1000 рублей там самые каверзные места очень важно эта краска не должна попадать на ткань или пленку потому что она практически не смоется все я это все подзабил дальше начинаю убирать излишки обычно салфеточкой как бы я вдавливаю краску в этот зазор и излишки убираю холер как ты мне дорог не всегда вижу вообще чё я там делаю а туда ты не заглянешь первый проход я делаю вот такой вот грязный за счет того что она имеет мелкую фракцию виде такого песочка это порошок который мы окрашиваем наши слоты это мелкая фракция позволяет там хорошо цепляться и сейчас я второй слой дам для того чтобы потом уже чудо пальчиком его пригладить чтобы вот этот вот срез убрать прям на сам шовчик наношу на сам шовчик теперь вы понимаете да почему важна плоскость если плоскости у вас нет будет это не особо дальше вот эти все ну то есть где краска попала промачиваем старваксом да и убираем пока краска просто же имеет свойство высыхать с черным цветом то же самое с черным сами понимаете что это существенно проще сделать до замаскировать все важно при транспортировке если вы не делать вот видите у нас на том образце на том куске там везде укосины идут вот если этих укосин не будет и вы такой слот повезете будьте уверен что он сразу расползется мы сейчас добавляем укосины на скрепляем это все делаем там палку какую-то бокс прикручиваем чтобы он держал вот этот всю весь вес и в таком состоянии его монтируем уже на потолок собираем на потолке на уголках на консолях вот и только после этого все эти укосины разбираем проверяем все ли со стыком хорошо и сдаем работу то есть но обрабатывается демпфер там вот это все это уже мелочь вот самое главное мы с вами сделали сейчас и я на свой скромный оценочный взгляд могу сказать что стык мне очень нравится попробуйте потестите как это все пилится стыкуется не знаю вообще мы не рекомендуем собирать из классического слота перекрести но потому что можно сделать одну прямую и 2 с торцевыми заглушками подвести это тоже будет смотреться хорошо то есть нет можно зазор но зазор опять же соответственно вы можете регулировать такой какой вам нужен мы много таких объектов сделали когда там просили перекрестия вот мы от них уходили решениями когда идет одна прямая и две там подходит тоже выглядит красиво оправданно и современно как говорится но на этом объекте не удалось нам отвертеться поэтому на объекте там просто бардак положить негде даже профиль поэтому делаем здесь в условиях цеха второй вариант это все то же самое да только с применением аргона чтобы аргоном сварить нужно зачистить обязательно иначе краска будет подгорать вот и проваривать делаются прихватки потом при провариваются швы ну это уже другая история там совершенно навык другой нужен вот так надеюсь видео было полезно если понравилось ставь лайк жми колокольчик там нажми еще куда-нибудь вот и оставайся с нами на связи пока да отлично еще важно знаешь что чтобы вот это направление вот это и вот это знаешь когда она уползает когда ты перепиливаешь палку не по центру пропорционально его уводишь какую-то из сторон вот тогда у тебя вот это и эта плоскость они не сойдутся ну либо это это да 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 прямолинейность должна быть если ее нет ну соответственно будет некрасиво здесь плоскость четкая все прям все огонь иван маляр в деле так что это пишите комментарии ваши мысли похитите а кстати и обязательно упрекните мне что я прорекламировал компанию и нового я думаю будете бегать за этими замазками как за горячим пирожками и никто слова не скажет конечно же при рекламе